Я люблю свою работу за возможность помогать людям и считаю ее благородной. Работник реанимации должен обладать эмпатией и клиническим мышлением. Ведь эти качества помогают нам точно определить, в чем нуждаются наши пациенты, даже находясь в бессознательном состоянии, что помогает нам оказать квалифицированную помощь. Работа фельдшера реанимации требует высокой квалификации и быстрой реакции на неотложные состояния. Каждый случай из нашей практики является индивидуальным и не похожим на другие. Но наиболее запомнившийся мне является случай, когда к нам поступил молодой человек, лет 25. Его привез отец в бессознательном состоянии при попытке суицида нейролептическими средствами в тонико-клонических судорогах. В течение нескольких дней ему была оказана квалифицированная интенсивная терапия с респираторной поддержкой с помощью аппарата ИВЛ. После нескольких дней восстановления было необыкновенно приятно наблюдать на слезами радости его родителей, после того, как они снова могли почувствовать тепло от его объятий. Именно такие случаи, когда настолько молодой человек получает второй шанс, а, возможно, и вторую жизнь является для нас наиболее приятными. Желаю всем вам и нам оставить все печали и невзгоды позади. Наслаждаться жизнью, наслаждаться всем прекрасным, что вокруг нас. Ведь нас ждет все только лучшее, все хорошее только впереди. В новом году мы желаем вам оставаться сильными и не опускать руки перед трудностями. Боритесь за жизнь. С Новым годом! С Новым годом!